Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Приветствую вас искренне. Роман Шахов тоже здесь. А как без него, мы невероятно счастливы сообщить вам, что сегодня в гостях у программы Лучшая в стране действительно лучшая из лучших. Бьянка. Вот так нужно представить. Яночка, привет. Привет. Калока. Добрый вечер. Мы невероятно рады видеть тебя с ансамблем. Потрясающий внешний вид у тебя, разумеется. Ребята сегодня в каких-то фантастических совершенно костюмах. Супергерои. Это супергерои, да. Я знаю, что у тех, кто смотрит сейчас телевизор или приложение, у них, конечно, будет возможность оценить все это и в подробности рассмотреть, что называется. Друзья, к нам сегодня Бьянка пожаловала с новым треком. Вы его уже хорошо знаете. Он у нас в эфире крутится. Называется «Травой». Это совершенно новая работа артистки. Есть еще хорошая новость. Поклонники знают. Завтра будет клип. Собственно, сегодня у нас поэтому будет такое эксклюзивное живое исполнение. Но завтра, конечно, мы все будем с огромным удовольствием смотреть клип. Давай сразу к такому вопросу перейдем. Ну что же, почему ты решила лишить на этот раз своих поклонников возможности любоваться тобой в клипе? Это будет рисованный, мультяшный. Нарисованная. Это буду я. Ну, нарисованная просто. У нас проблемы с микрофончиком. Нет, это все отлично сейчас. Мы тебя слышим, да. Да? А я себя нет в мониторчик. В мониторчик добавьте, пожалуйста. Валерочка, добавь. Ну, бывает иногда. Раз, два, О. Вот сейчас я буду. Вот теперь есть. Так. Собственно, что? Ты считаешь, что ты себя не лишила, то есть твоих поклонников не лишила возможности любоваться собой? Это был первый мультик в истории за всю мою карьеру, а моя карьера началась в девять лет. Поэтому, мне кажется, это интересный экспириенс, и там будет очень душесчипательная история, которая на каком-то этапе, в каком-то смысле была со мной на самом деле. Я думаю, что вся сторона должна плакать просто. Собъединирую. Если ты это чувствуешь, значит, так и будет. Потому что мы все рыдаем, правда, над самыми твоими искренними песнями. То есть события клипа, они когда-то были в жизни, да? Основаны на реальных событиях. Да, да. Ну, частично. Скажи, пожалуйста, а вот интересно, когда ты увидела, и художники тебе показали, какой ты будешь, вот ты нарисованная, Я сразу сказала, это я. Сто процентов. Да? Потому что я. Попадание было в десяточку, то есть ты не просила, не говорила, что-то не, мне нравится, губки поправьте, вот это вот тоже не так. Нет, 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 это не было, это мой товарищ, и он точно знаю, чего я хочу. И, в принципе, очень, не в принципе, а на сто процентов правильно увидел то, кем я являюсь на самом деле, когда не стараюсь быть лучше. Ну, расскажи нам, пожалуйста, про эту песню «Травой». Я вообще знаю, что ты у себя сейчас такой период очень насыщенный. Ты везде рассказываешь, что ты и днем, и ночью пишешь. Ты выкладываешь пост о том, как ты ставишь рекорды собственные, все за роялем, все. Я пишу в последнее время, вот знаете, что если бы мы сейчас просто начали фристайлить с ребятами, я бы написала еще, наверное, альбома два. Обалдеть. Меня очень прет, да, после периода, после развода, и я себя чувствую очень хорошо, очень творчески, и сейчас записываю новый альбом, который обязательно выйдет. Но я буду выпускать его по синглову, и сейчас буду выпускать треки гораздо чаще, чем раньше, потому что меня порой спрашивали, «Бьянка, куда ты пропала?» Я отвечаю на этот вопрос, потому что он очень частый. Я отвечаю, я наслаждалась семейной жизнью. Имела полное право, конечно. Я наслаждаюсь, тебе наслаждаюсь немножко другими вещами. Вы просто замучаетесь активности моей. Не жалеешь ты ни радиостанции музыкальные, ни телеканалы, потому что вот, ну, например, четверг у нас на третьем, он уже был на втором, на четвертом, и третьем сейчас такая у нее потрясающая позиция, да, зрители, слушатели голосуют. Тут уже травой набирает популярность. То есть я так предполагаю, что у тебя цель, чтобы, ну, к концу этого года, наверное, так, в любом хит-параде песен семь, песен семь «Бьянки» обязательно было в одном хит-параде на каждой станции и телеканале. Ну, я уверена, что у тебя это получится, ты молодец большой. Слушай, ну, многие, конечно, ориентируются на тебя в музыке. Ты сама-то какую музыку слушаешь вообще? Я в основном слушаю хип-хоп, фанк, реги, очень люблю, люблю соу. Иногда мне нравятся такие треки, как «Шнур», если совсем весело. Да, вот. А так, в принципе, ничего. Свои песни я не слушаю. Нету такого, да, все записывается? Нет, такого нету, что я сижу, думаю, блин, какая классная, очень крутая песня. Я просто их записываю, я радуюсь, я понимаю, что это то, что мне нравится, то, что у меня прет на концертах, это будет актуально и для меня, и для слушателя, и просто это круто. Но я не слушаю свои альбом. А ты еще частенько часто признаешься, что в твоем репертуаре есть и песни, которые ты не очень любишь. И ты их, собственно, писала и включала в свои альбомы или исполняешь на концертах, потому что ты знаешь, что публика их принимает, любит. Дело в том, что я всегда, всю жизнь, вот там, с 18 лет стараюсь как-то градировать, то есть те песни, которые мне нравятся и, возможно, не очень нравятся большой массе людей, и те песни, которые позволяют мне зарабатывать для того, чтобы снять клип, который мне реально нравится, и на тот трек, который мне тоже реально нравится. То есть это такая... Так лавировать приходится как-то и вашим, и нашим. Тогда скажи честно, «Четверг» и «Травой», вот прям свои твои самые свежие работы рассмотрим, они к каким песням относятся? «Четверг» — это вообще не коммерческая песня, я вообще была уверена, что она не станет супер-мегапопулярной, как это про гер-музыка. Промахнулась ты, хочу тебе сказать, промахнулась в своих прогнозах. Возможно, но мне кажется, все равно хитом не стал. Что касается «Травой», то я уверю, что да, она станет и... станет популярной, и плюс к этому мне очень нравится ее петь. И танцевать пока вот сейчас мы с ребятами выучим танец только до конца. И все, я имею в виду, ребята-то знают. Ребята, конечно, конечно. Ну что, тогда, может быть, мы попросим тебя уже перенести к этой песне, к этой премьере. Ребята стоят, они уже ждут когда-то, наконец-то. Даже сказать ничего, мне не нужно. Можно явить искусство. Друзья, лучшая в стране — «Бьянка» и «Ансамбль». Если ты захочешь, оставайся. Навсегда в моей вселенной внутри. Мне, кошмар, как хочется признаться. Тебя боюсь, на меня не смотри. Осень несет свои первые мутки, но только не я и только не ты. Так холодно, холодно без тебя в куртке. Мне надоели чужие зонты. Останься со мной до завтра, а ты мне уходи, постой. Или наше время порастет травой. С тобой до завтра, а ты мне уходи, постой. С тобой до завтра, а ты мне уходи. По вечерам, где я и где ты? Осень везет в свои первые мутки, Но только не я и только не ты. Так холодно, холодно, без тебя в куртке Мне надоели чужие зонты. Останься со мной до завтра, А ты мне уходи, постой, Или наше время порастет травой с тобой. Или наше время порастет травой. Или наше время порастет травой. За руки держим меня и неси на небо. Уже слёзы в облаках, а я во тьме белом Не смогу я, не смогу, силы мне хватает Попрощаться навсегда с тобой Порастут травой, с тобой до завтра А ты мне уходи, постой Или наше время порастут травой 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 Браво, Бьянка, друзья, спасибо огромное. Спасибо тебе огромнейшее, ребят, спасибо большое всем эти танцы, боже, костюм. Все было гениально, абсолютно, ну и искренне желаем успеха, конечно, композиции «Траву», и завтра же клип появится в нашем эфире, поэтому все в предвкушении. И пока тизеры коротенькие, такие есть зарисовочки в соцсетях у Бьянки, поэтому тем, кто стало любопытно и вдруг еще не видели, зайдите обязательно посмотрите на эту любопытную историю. По поводу костюмов, что за партитуры на супергеройских плащах? Какая это песня, может быть, кеды, может быть, это музыка, что там, скажи нам? Конечно же, гимна России. Молодец, молодец, это правильный ответ. В общем, мы уже поняли, что впереди нас ждут потрясающие песни в твоем исполнении. Скажи, пожалуйста, что касается других артистов, которые исполняют твои песни, и что не песни, то уже обязательно становятся хитом. Там нам стоит ожидать тоже какие-то сюрпризы? А, вы имеете в виду, что песни... Твоего авторства на другие исполнения? Я перестала это делать, меня очень часто просят об этом. Мне просто стало неинтересно и лень. Единственный человек, для которого я могу написать песню, это только Юля. Юля накрывала. Юля сейчас сказала так, yes. Видели, знали, даже не звоните, не пишите. Да, не пишите, не звоните, уже все, как бы, да. Ну, это связано с чем? С тем, что очень удачные песни, и тебе их жалко раздавать, потому что ты их сама исполнишь. Потому что все песни, которые я подарила, они все лежали в ящике, я бы не исполняла их. Поэтому это просто, ну, человек попросил очень сильно, и я говорю, ну, хорошо, на, ну, вот у меня есть песня, не нужная мне, и она лежит в шуфлядке. Ну, шуфлядка — это ящик, я имею в виду. И, как бы, вроде бы как и жалко творчество, а с другой стороны, больше не хочу делиться своими идеями. Хочется просто, ну, как-то хочется просто уйти в себя и записать то, что мне нравится, и не тратить время на другие какие-то дела, которые, в принципе, выхлопа в итоге мне никакого не приносит. В общем, сейчас работаем, сотрудничаем только на выхлоп. Потрать, пожалуйста, время на ответ Дмитрию. Вот он слушает, смотрит Страну ФМ. Бьянка, что для вас жизнь в мире музыки, если бы не певицей, то кем бы вы стали? Если бы я не была певицей, я бы стала танцовщицей. Ну, это ты успешно совмещаешь, надо сказать. Парни ставят, да, действительно. Парни ставят лайк тебе, да. Вообще, я хотела всегда очень сильно найти нефтяную скважину. Сейчас продолжаешь искать? Я не могу сказать. Это как-то все никак. Ну, а телеведущей тоже же у тебя была мечта. Ты же работала, да. Я была в телеведущей еще долго, да. Но просто мне иногда хочется делать что-то свое. Я предлагаю свои идеи. И если только коллаборейшн, когда люди все-таки принимают тоже твое, а не просто какой-то формат. Формат, который достаточно угловатый и, честно говоря, неинтересный. Мне кажется, постоянно нужно что-то менять, чтобы людям было интересно и мне было интересно. Поэтому я ведущая, я думаю, неплохая. Но это должно быть что-то мега-крутое. И я думаю, что смешное. Я хотела бы у себя в этом попробовать. И это значит, что, скорее всего, такое случится и произойдет. Потому что времени впереди еще предостаточно. Вопрос из интернета. Что ты попробовала такого, что появился хэштег «Не ешьте просроченную еду»? Так это было буквально накануне прям. Это было вчера. И фотография, которая, конечно, огорчила всех. Мы переживали, смотрели. Мне пришлось даже ставить кафельцу, чтобы у меня все трясло, чтобы я смогла поспать, прийти сегодня к вам на эфир и отлично спеть. Ты наш герой теперь. Спасибо тебе огромное. Но все уже хорошо. Видите, что я как бы в здравии, и все как бы неплохо. Не лежу. Так скажи нам, пожалуйста, людям, что нужно исключить из своего рациона. Я съела гречку, которой было неделя. Я просто с гастрольными и своими делами, я забыла, сколько она там стояла. А, то есть она была приготовлена неделю назад чуть-чуть. И пошло-поехало, вы понимаете. О, ты не зря, я выскребилась в холодильник свою очень часто. И пошло-поехало. Сложна жизни артистов. Слушай, Яночка, я, знаешь, что, тут такую любопытную в твоей биографии нашла штуку, информацию о том, что, оказывается, совсем маленькая, когда ты была, и уже пела там в народных кружках, в каких-то ансамблях белорусских, что, оказывается, тебя исключили из-за того, что твой голос якобы не соответствовал. Это был хор в школе номер один белорусской в Минске. Ты уже тогда аренды пыталась, вот в этом стиле как-то, в хип-хопе, рэпом читала, может быть, что такое? У меня был слишком сиплый голос, а в хоре обычно, как правило, у голоса все, особенно первые сопрано, они такие очень чистые. А у меня был сип, и я действительно выделялась всего хора. Мне сказали, что извините, но в Америку ты не поедешь. Это был самый обидный момент. Все поехали, а я нет. Ну, то есть они, в общем-то, не говорили, что ты профнепригодна, просто говорили, честно, что ты просто слишком яркая, индивидуальная. Я не знаю, что это не дуально для хора, а в хоре должны быть все примерно одинаковые. Ты расстроилась тогда? Я не радовалась. Ведь это же был первый комплимент тебе на самом деле. Как ты попала туда, скажи. Ну, это школа была музыкальная, это была бездаловка, то есть фортепиано, виолончели, дифф, хор, сальфеджио, музыка, литература и так далее. И вот тогда ты полностью с головой ушла, я так понимаю, в аренде. Я первый раз услышала песню Money is the power, power is the money, и я сказала, все, это мое. Что тебе тогда сказал твой брат, который тоже с детства музыкой занимается, Александр? Ну, брат меня очень уважает, я это знаю, и он ничего мне не сказал. Он, в принципе, тоже любит регги, фанк, джаз, соул, хип-хоп, поэтому мы с ним в этом смысле очень сильно похожи. Он же у тебя дирижер, да, и аранжировщик, он такой великий музыкант Беларуси. Ну, он самый лучший барабанщик Беларуси, во-первых, во-вторых, да, у него есть свой оркестр, он дирижер, музыкант, композитор, именно музыки конкретно, и аранжировщик. У вас же был тоже совместный опыт, да, концерт вы делали вместе с его оркестром. Да боже, откуда ты все знаешь? Ну как это, ну что ты, мы же твои фанаты. Да, был баран у нас концерт с ним, я спела пять треков, это было грандиозно, потому что был целый оркестр, а я люблю очень петь с оркестра, потому что... Ты это тоже с детства делаешь практически. Через 14 лет, да, и когда за тобой прям машина целая, 28 или 30 человек, это, конечно, совершенно другая энергия, это очень по-другому, и это круто. Самое лучшее, что может быть. На своих концертах собираешься ли ты такую машину построить, чтобы она тебе помогала? Ну понимаете, такое нет, к сожалению, если, вот если была возможность такая, да, что каждый раз, и сцена позволяла. Ну не каждый, может быть раз. Конечно, а если это небольшие залы, клубы какие-то, это вообще нереально, конечно. Ну да, небольшие залы, клубы, ну вот мне хватает моего самого крутого ансамбля, я прям круто себя чувствую. Ну, и малята-то твои, и весь фан-клуб себя, тебя тоже считают самой-самой крутой. И я на самом деле искренне хочу тебе признаться в любви и тоже сказать, что я считаю, что на сегодняшний день у тебя нет равных абсолютно в нашей стране. Боже мой, спасибо большое. Да, как и хитмейкеру, так и исполнительнице, и такой артистке с большой буквы. Вот, а ты, скажи, пожалуйста, только честно, о себе такого же мнения? Ну, ты вот понимаешь, что вы вникали? Я верю в то, что я делаю, и это самое главное, конечно же. Будь другого, как бы, критерий не может быть. Конечно, есть что-то, что мне не нравится в себе, как у каждого девушки, человека, но я верю в то, что я делаю, и я верила в это прямо с самого детства, и в итоге я выросла в обычной семье без каких-то там суперденег, никогда не использовала, не разводила мужчин для того, чтобы что-то там себе получить. Может быть, зря, я не знаю уже, но я добилась всего сама. Ну, никогда не поздно, так сказать, встать на этот путь, и никто не осудит. Я все добилась сама, я очень горжусь, и я чувствую себя очень самодостаточным человеком, и для меня это очень важно. Это твое внутреннее, или кто-то из семьи подсказал, помог где-то, подгружал? Нет, никто что-то ничего не подсказал, не помог. Это какое-то просто внутреннее ощущение того, что, типа, все хорошо. У меня окружение именно то, которое я хочу видеть перед собой, у меня успехи именно те, которые я хотела бы получить, достичь. Вот, и есть друзья очень близкие, которые мне как родственники, потому что в Москве у меня нет родственников, к сожалению. Вот Максим вот за кадром все время, вот человек, который просто как младший брат, я даже не могу сказать по-другому. А выглядит как старший, надо сказать. Да вы не представляете-ка нагрузку на нем, я бы тоже постарела. А, у него работа тяжелая, понятно. Вот, в общем, у меня все круто, я мечтала жить в Москве, я живу в Москве, пою песни, я певица, у меня классный, просто потрясающий музыкант и классные друзья. Я надеюсь, классные песни для меня, по крайней мере. Я довольна своим голосом, своей внешностью, поэтому все просто нереально круто. Яна, ты еще невероятно крута вообще к отношению к жизни, к происходящим ситуациям. Девушка, которая развелась, да, ну, тем нормально ты о ней говоришь, и которая говорит следующее. С Ромочкой мы в прекрасных отношениях, мой родной человек, я его очень люблю, мы вместе с ним сотрудничаем, встречаемся. Это в то время, когда остальные, разводясь, устраивают такие плакальные трагедии. Я как девушка сознательная сразу, у нас был брачный договор, это было обоюдное согласие, поэтому не пришлось делить там машины, квартиры и всю недвижимость. Вот, это во-первых. Во-вторых, мы с Ромой действительно в нормальных отношениях, мы не общаемся вот сейчас так, что, о, привет, как дела? В день по несколько раз созваниваемся. Наверное, должно какое-то время пройти после этого, но хотя бы мы общались раньше, поэтому мы не ругались, никто не сделал никому чего-то такого, за что можно было бы не простить человека. Это было, опять-таки, еще раз повторю, обоюдное решение расставания, поэтому все прошло так хорошо, и даже, мне кажется, никто не скучал, и все замечательно. Ну, а ты же могла в этот момент взять и устроить такую драму хотя бы в соцсетях, боже, я страдаю, я страдаю. Я не хочу хайповать на вот этой всей пижне, потому что я лучше напишу хорошую песню. Там ты совершенно необычная артистка на нашей сцене. Ну, может быть, не знаю. Мне кажется, ну, устраивать «Дом-2» из собственных отношений, все-таки, конечно, отношения должны быть более закрыты от общественности, потому что там начинается такой, я бы сказала, это слово, но, к сожалению, нельзя. А ты нам скажешь его во время вот сейчас прям музыкальной паузы, давайте более, что это будет твой клип и твоя песня. Песня, друзья, обьянка, оставайтесь с нами. Лучшее в стране Лучшее в стране На телерадиоканале «Страна-ФМ» Ведущая Александра Хайрулина Друзья, программа продолжается. Всех твоих младших друзей, членов семьи. На самом деле сейчас у меня, у меня была собака, ее звали «Радость». Поскольку очень много гастролей, я не рассчитала свои силы, и собак, овчарке немецкой нужно очень много времени, большой уход. И я дала своей подруге Ксюхе, у которой есть тай, супер модный, я не помню, как называется, полуволк. И когда они увиделись, они встретились, боялись, что они друг друга не полюбят, он мальчик, она девочка. Они просто реально обнялись. Они обнялись, я говорю, все, я оставляю. Там у них большая территория, она бегает, постоянно кинолог, за ней уход. Я очень счастлива, что я лучше стала, потому что не смогла я, точнее, дать то, чего я хотела. На данный момент у меня два кота, лосось и… Володя. Володя, да. Давайте будем смотреть. А у него два имени же у Владимира есть еще. Ну да, просто в хэштеге посмотрите там есть. В хэштеге посмотрите. И у меня сейчас шесть кур, которые снесли восемь яиц еще и не дают мне к ним подходить. Я-то рассчитывала их есть. Конечно. Они не дают мне подходить, они мне клюют. А это же какие-то непростые куры. То есть у тебя будут цыплята. У меня еще будет восемь кур, я не знаю, что с ними делать. У тебя же какие-то китайские куры, необычные. Китайские куры, но петушок русский. Ах, вот оно как. Международные отношения. Международные отношения. И они такие очень разноцветные, но я иногда выкладываю, они очень милые, очень классные. Надеюсь, что… Ну, я его уже сейчас не стала забирать, потому что я потрогала, яйца теплые, там уже все. Там уже птенцы… Включаешь ли ты музыку, чтобы, так сказать, настроение у животных было лучше, например, у тупых… Петухам? Петухам, курицам… Нет, мне кажется, не так счастливы. У них какое-то местечко определенно отведенное, курятник это… Конечно, специально огромный такой вольер курятника, где могут там выгуливаться и спать в тепле зимой. Ну, а твое общение с ними в чем заключается? Ты заходишь к ним в вольерчик или выпускаешь их к себе? Я кормлю, я кормлю, глажу, кто дается гладиться, я их пою. Вот, смотрю, сколько яиц новых появилось, собственно говоря, все. Есть ли в планах у тебя кроличья ферма? Да нет, конечно, нет. Страусиная, быть может. У меня в планах купить дом. Вот это сейчас самая большая моя прям задача и мечта, потому что очень мало домов, у которых нет проблем документальных. Я думаю, что многие люди меня поймут. Вот, и поэтому вот я ищу дом сейчас, который меня устроит прямо на 100% и вместе со всем. Это была моя мечта с самого детства – жить в доме в своем, естественно. Агенты по недвижимости сейчас смотрят, слушают Страну ФМ. Куда писать, говорили? Пишите, вот в Инстаграм смотрите, вот Максим. Я не знаю, его кто-нибудь с ним сегодня или нет. Вот Максим и вот, собственно, Максиму писать по этим всем вопросам. Скажи тогда, пожалуйста, какой это дом в твоем представлении? Сколько, во-первых, этажей? Примерно, квадратура. О чем ты мечтаешь? 250 максимум, 250 квадратура и двухэтажный. Сколько гостевых комнат там должно быть, чтобы уже сместить? Две гостевые комнаты, и я хочу, чтобы был хай-тек и лофт такой, типа того. Рояль обязательно. Не, но у меня есть дом, я все перевезу. А, просто перевезу с собой. А какие-то еще музыкальные инструменты? А будет репетиционная база для ансамбля? У меня музыкальные инструменты, две велончели дома. У меня, ну вот теперь кахон мы купили сегодня специально для вас, кстати. Спасибо. Спасибо. Чтобы все хорошо прозвучало. Он тебе пригодится, я тебя уберю, не волнуйся. Конечно, я уверена в этом. Даже если куда-то поехать на моря, выступать, то кахон – это самая крутая тема. Гитара и кахон. Вот, у меня есть куча гитар дома, рояль, еще один рояль, клавиши, еще одни клавиши. И какая-то штука, как же она называется? В общем, какая-то такая восточная гитара. Это не гитара. Ситара какая-то. Ситара какая-то, да, что-то такое. Какая прелесть. А вот ты сказала про авиалончели, это же твой инструмент, на котором ты тоже училась долгое время. И причем довольно-таки неплохо, насколько я знаю, тебя и в Германию собирались забирать в оркестр немецкий государственный. Вот, есть такой, да. Была такая тема, я очень хорошо играла в детстве, да, я действительно играла в филармонии. Вот, потом просто, когда мне понравилась музыка и петь, я сказала, эй, я буду петь. Ну, как бы это, все свое свободное время этому посвящала, потому что невозможно заниматься всеми делами и хорошо. Но я хочу сказать, что в моем новом альбоме будет вилончели, которая сыграна мной. Уже не так, конечно, круто, как раньше, но звукоизвлечение у меня все равно очень красивое. Ждем с терпением. Ты подпиши обязательно, когда там артисты, скрипка, перкуссия, так сказать, и вилончели. Ну, значит, ты занимаешься, да, какое-то время уделяешься сейчас вилончели? Да, какое-то время уделяю, конечно. А вот если вообще говорить про музыкальные инструменты, есть какой-то, который вот наиболее тебе такой импонирует, близок? Самые любимые инструменты у меня это гитара, вилончель и барабан. То есть такой прям хит-парад, первое, второе, третье место? Нет, не обязательно, просто вот я люблю их совокупности, это всегда полноценный звук. Фортепиано. Что с ним? Ну, когда ты творишь, ты садишься за клавишей, однако. Ну, я очень плохо играю на клавишах, у меня мои четыре аккордика, я просто знаю, что музыканты нас тоже могут смотреть, мне неудобно говорить, что да, я классно играю на клавишах, это не так. Вот, но я играю, да, то, что я придумываю, у меня этого хватает, моих знаний, у меня очень плохая техника на самом деле, но я могу по слуху подбирать то, что мне нужно. Даже если не знаю, как называется, например, аккорд. Рояль, это очень круто, когда на нем играют, как Валера Степанов, например, который является участником ансамбля, но сегодня, к сожалению, не хватило места и подключения для него. Валера, привет тебе, да. Валерочка, привет тебе. В следующий раз как-нибудь, да. Валерочка, привет тебе, ты крутой. Валер, да, мы будем ждать тебя в следующий раз у нас непременно. Но кроме занятий музыкой, мы, когда подсматриваем в твоем инстаграме, видим, что ты занимаешься и со штангой, как часто это происходит, да, и насколько, что тебе это дает. Почаще, чтобы был тонус, чтобы похудеть. Я очень хочу похудеть, потому что я в последнее время набрала килограмм 10, наверное, и мне очень хочется быть такой же стройной и в тонусе, как и раньше. Я сейчас предлагаю к этому все усилия, потому что скоро мы будем с девчонками снимать нереально крутой танец, прям такой очень агрессивный, сексуальный. Это все будет на улице, и мне бы хотелось, конечно, быть в таком же прекрасном виде, как и девчонки-танцовщицы, поэтому я для этого буду делать все возможное. Яна, ты откровенно признаешь, что ты немножечко набрала, это связано с тем, что ты тоже об этом часто говоришь, стресс заедаешь? Это связано с тем, что я наслаждалась. А, это тот самый период, когда я семейной жизнью наслаждалась. Ну, у меня же есть муж, да, нормально все. На самом деле не так я люблю очень хорошо выглядеть, просто я, ну так я люблю картошку с майонезом, вот и вот все, вот это вот котлеты, там, пюре, хлеб обожаю, там, саджикой, просто могу и могу. Мне кажется, я с майонезом кирпич могу съесть. Подожди, потрясающе, сейчас производители майонеза, я думаю, тоже закидают тебя. Вот эту фразу надо взять для анонса. С предложением мы о рекламе, не удивляйтесь, если когда-нибудь увидите на каналах рекламу. Да, просто одно время было, когда я сидела именно на продуктах здоровых, типа рыбка там на пару, курочка на пару, овощи. Курочки у тебя, конечно. Это невероятно скучно и невкусно, да. А потом я поехала, первый раз в Таиланд, потом на Бали, а там все такое вкусное, и так хочется покушать, и вот, собственно, я аж хрюкнулась. И так хочется покушать, что аж невозможно, но сейчас я возьму себя в руки, тем более, что у меня диета, мне нужно есть сухари и бульончик. Ты говоришь, с девочками будете снимать, это что, это клип или это фильм какой-то? Это будет, это нельзя назвать ни фильмом, ни клипом, это будет что-то новое. Я как только придумаю это название, я обязательно объясню в Инстаграме, что, в Инстаграме, в соцсетях, что это такое. Ну, это что-то опять уникальное, интересное и доселе невиданное в нашей стране, сто процентов. Друзья, маленькая пауза музыкальная, и это снова будет Бьянка, поэтому радуйтесь, ликуйте, и мы еще немножко пообщаемся с нашими гостями. Дамы и господа, программа «Лучшее в стране» в гостях у телерадиоканала «Бьянка». Мы сегодня общаемся на разные темы, темы музыкальные, темы жизненные. И хотелось бы тебя спросить по поводу дуэтов. Что-нибудь в ближайшее время, может быть, нам подкинешь? У меня есть два человека, с которыми я хотела дуэт, я не буду произносить их имена. А они знают о том, что ты хочешь с нами петь? А они мне сами предлагали. А, так, хорошо. Но этот альбом я, наверное, хочу сделать полностью сольный, потому что у меня постоянно очень много дуэтов. Это неплохо, я очень люблю коллаборации. Они у тебя все абсолютно удачные, надо сказать. Ну, как бы, обожаю коллаборации, но в этот раз, наверное, я все-таки хочу быть одна. Если будет какой-то дуэт, то он выйдет с синглом, не в составе альбома, скорее всего. Хотя это, в принципе, не имеет большого значения. Да, в общем-то, да. Скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день, какой процент песен, которые складываются с тобой стопочка в стол, и какой процент песен, которые ты точно берешь и будешь выпускать? Вот сейчас у меня есть десять песен, которые уже все готовы. Они сто процентов войдут в альбом. Я не знаю, сколько я еще спешу песен. То есть практически альбом у тебя уже готов. Практически это альбом. Ну да, десять песен. Вот, а в стол ушло, наверное, песен, я не знаю, шестьдесят, что ли. Ой-ой-ой, шестьдесят песен. Ты же могла бы прилично заработать. Если бы ты их продала, раз ты не хочешь их петь. У меня все как бы хорошо в этом плане. Поэтому мне не интересуют деньги, меня интересует именно творческая составляющая. И то, что мне реально интересно делать. Что еще в ближайшие месяцы ты будешь делать? О чем можно рассказать нашим зрителям и слушателям? Я скажу так. Дорогие, дорогие мои зрители, дорогие мои поклонники Ямаляток. Я каждый месяц сейчас практически буду выпускать трек, буду выпускать какое-то видео. И будут какие-то интересные моменты. Потому что, конечно, семейная жизнь, когда я наслаждалась, она немножко забрала мою женскую душу. И я растворилась, наверное. Но мне этого всегда хотелось. Я хотела попробовать, попробовала, перестала пробовать. И сейчас будет просто очень-очень много творчества. Но ты же при этом тоже признаешься, что ты все равно не можешь без состояния влюбленности. А кто сказал, что я не влюблена, например? А действительно, мы даже об этом и не спросили. Мы не спрашивали, она сказала все. Я не выхожу, но то, что я не влюблена, это не факт. Ну а скажи, вот теперь для того, чтобы Бьянка вышла замуж, что вообще должно случиться, приключиться? Кто же этот такой должен появиться? Я хочу сказать всем женщинам, которые меня любят и принимают мою точку зрения. Штамп в паспорте вообще ничего не меняет. Поэтому, если вам круто, будьте вместе просто. Не нужно никому компостировать мозги, кто хочет жениться, кто там хочет выйти замуж и строить планов слишком много на будущее. Просто наслаждайтесь друг другом сегодня и не нужно ждать каких-то проблем от завтрашнего дня или после... А вдруг этого не произойдет, а вдруг чего-то еще не произойдет. Это все неправильно. Правильно именно жить сегодняшним днем, когда тебе с мужчиной классно, когда он тебе доставляет радость, удовлетворение и делает из тебя еще более хрупкую девочку. Здравствуйте, хорошая. Друзья, чувственные лайфхаки. Новая рубрика в программе «Лучшие страницы». Нет, такой вопрос. Вот если быстренько вспомним 2006 год, когда вышел твой первый альбом «Русский народный R&B», и сравним с сегодняшним, настоящим временем. Какие изменения произошли в тебе, как в артистке, и в тебе, как в девушке, как в женщине? Да, в 20 лет в голове нет ничего хорошего, кроме песен, может быть, некоторых, которые я написала. Вот как раз таки в этом возрасте, когда мне 33, я уже начинаю понимать, что к чему, чего я хочу, что мне нужно. Потому что тогда это была юность, это было такое, ааа, я начала петь, какие-то деньги начали приходить, я не поняла вообще, что происходит. Сейчас более осознанный возраст, более осознанная я, и я себе нравлюсь гораздо больше, чем тогда. Людям, которым сейчас 20, которые тоже пробуют петь, что ты посоветуешь? Посоветую, дорогие друзья, у меня было три суда, которые я выиграла. Спасибо большое моим сотрудникам, самым крутым, профессиональным. Я хочу вам посоветовать, читайте внимательно контракт, проверяйте его с двумя-тремя юристами, обязательно. И даже если вам наговорили кучу сказок о том, что завтра вы станете звездой и все будет хорошо, не отдавайте никому ваше имя и так далее. Было очень много ошибок, которые совершили люди, певцы, известные всем, которых я уважаю и люблю. И так вот получилось, что с ними поступили вот так, ну, наверное, по-свински, что ли, я даже не знаю, как сказать. Ну, правильно, абсолютно правильно сказала. Да, ну, хотя бы имя-то можно отдать, господи, песни все забрали, все забрали, голые боссы, еще и имя забрали. Тяжело очень, поэтому читайте контракты и думайте то, что бы хотелось вам. Потому что наговорить вам могут чего угодно, а вы просчитайте просто ситуацию на три года вперед хотя бы. Ну, имя Бьянка же некому забирать. Некому забирать, потому что я сама себе продюсер, и оно у меня есть, оно зарегистрировано, у меня все четенько. Скажи, пожалуйста, ожидается ли появление и возвращение Крали, Бьянки Ака Крали? Вы знаете, в альбоме, кстати, в этом, который я пока еще не знаю, как будет называться, есть очень много мата. Действительно много мата, он будет 18+. Для нас только много в каждой песне. Я обязательно сделаю... Радиоверсии какие-то, да? Конечно, обязательно сделаю, чтобы... Потому что песни мне нравятся, я хотела бы, чтобы они звучали везде-везде. Но именно как я их почувствовала, так я их спела. Ну, то есть это действительно те моменты, где другие слова нельзя было подлюбить. Вот эти слова прямо вот делают просто из этой песни именно то, что нужно, то, что я хотела. Вот сейчас Сергей Шнуров говорит точно, а по-другому никак. Молодец, молодец. Удивительно, что тяжело. Абсолютно согласна с тобой, да? Единственное, что я девочка, и меня не воспринимают почему-то, когда какие-то... Ну, не то, что не воспринимают, очень много хайтов, когда я говорю матные слова. Ну, на самом деле, в жизни я очень много ругаюсь матом, и я не считаю, что это плохо. Мне комфортно, так мне так нравится. Я вообще не знаю, кто твои хейтеры, чем они могут быть недовольны, и вообще в чем они тебя упрекают. Мне какой-то единственный попался у тебя комментарий, какой-то чувачок пишет. Жалко, что ты сегодня потеряла популярность. Ну, не знаю, хотя, может быть, какой-то просто вражина такой, который думал, что он подпортил этим настроением. Может быть, среди него потеряла популярность. В его хит-параде, да, наверное, так. Очень много хейтов, на самом деле, я уже так привыкла, у меня уже вообще мы ржем над тем, что пишут. Если раньше, я помню, там, лет пять назад, господи, если кто-нибудь напишет, что я плохо пою, и я... Господи, а что это делать? Где, где моя валерьянка? Сейчас мне это все смешит, забавит, я прекрасно поняла, чего это стоит. Все эти комментарии, и очень хорошо, когда пишут много хейтов. Так что продолжайте в том же духе, что можно сказать, да, и не рассчитывать, что тут там... Пишите, пишите. Пишут ли тебе женщины, потому что ты даешь прекрасные советы о том, помоги, пожалуйста, вот как поступить в этой жизненной ситуации, вот тут такая-то у меня дилемма. Как ты считаешь, что сделать? Пишут мне в личку прямо девочки, мои поклонницы говорят, что я тебя очень люблю, слушаю тебя там, грубо говоря, с 15 лет. И вот мой мальчик там вот делает вот так, вот как посоветую, и я советую. А ты советуешь? Советую. Уходи от мальчика. Вот, да, я и как раз хотела советовать. Бери пример. Конечно, это честно. На самом деле, друзья, в отношениях должно быть все гармонично. Если вы не принимаете человека таким, какой он есть, нужно сразу уходить. Иначе будет постоянное недовольство друг другом. А это уже не любовь и не счастье. То есть все-таки могут быть прям идеальные-идеальные отношения, когда все друг другу устраивает, и не нужно там притираться или идти на какие-то компромиссы. Да, я верю, конечно. Ну, значит, такое бывает. Ну, конечно, конечно. Мы желаем всем зрителям, слушателям страны FM, поклонникам творчества Бьянки, чтобы так оно все и было. Ян, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, вот умножается количество твоих поклонников, ты наблюдаешь на своих выступлениях. Вот, понятно, те, которые с 15 лет тебя слушают, они, конечно, с тобой. Мы уже никуда не денемся, разумеется. А новенькие какие-то здесь появляются? Да появляются, появляются. У меня сейчас уже почти миллион подписчиков в Инстаграме, они каждый день все прибавляются, прибавляются. Что говорит о том, что им в каком-то смысле интересно следить за мной, следить за тем, что я пишу, говорю, пою. И это круто, я очень рада. А потому что? Потому что ты не стоишь на месте, ты развиваешься, и ты не устанно удивляешь нас. Я, во-первых, развиваюсь, а во-вторых, я абсолютно, вот какая есть, такая есть. Я не пытаюсь быть кем-то другим. Спасибо тебе огромное за это. И вам спасибо. Спасибо, что ты есть такая красавица, невероятно талантливая, правда, одна из самых-самых лучших в нашей стране. Мы тебя благодарим за нашу встречу, Ром. Аплодируем за этот опыт. Спасибо, вам было очень приятно пообщаться. Надеюсь, скоро увидимся. Скоро, кстати, будет новый трек, так что. И мы тебя ждем с премьерами. А ты обещала каждый месяц по синглу выпускать. Значит, мы надеемся, что встречи будем видеться чаще. Друзья, спасибо большое. Программа «Лучшая в стране». Бьянка, ну, продолжайте голосовать активно за песни, за клипы. И завтра смотрим клип, да. И завтра премьера клипа «Травой». Ура! Да! Спасибо! До встречи. Пока. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ».